Иммигранты не только создают рабочие места, но и влияют на увеличение реальных доходов тех людей, которые изначально находились в стране. Доктор Фрэнк, добро пожаловать в нашу студию в Женеве. Рада снова видеть вас. Сегодня мы поговорим об иммиграции. Это очень актуальная тема на сегодняшний день, в особенности по отношению к США и Европе. В Швейцарии националистическая народная партия Швейцарии добилась успеха во время референдума, когда люди проголосовали за ограничение иммиграции в Швейцарию. Партия винит иммигрантов в сокращении доходов граждан Швейцарии и в том, что они забирают рабочие места швейцарцев. Что вы думаете об этом? Когда речь заходит об иммиграции, кажется, что у каждого есть мнение на этот счёт. Я бы хотел рассказать о самых распространённых экономических заблуждениях, которые касаются иммиграции. Это всё то, о чём вы говорили. Многие считают, что иммигранты влияют на сокращение доходов и отнимают у людей рабочие места. Если бы это было правдой, то в самых густонаселённых странах был бы самый высокий уровень безработицы. Мы должны понимать, что Америка не стала бы тем, чем она является сегодня, если бы не обширная волна иммиграции в XIX веке, а в Гонконге самое большое количество людей на один квадратный метр. И по этой логике там должен быть самый высокий уровень безработицы. Но это не так. Уровень безработицы в Гонконге составляет 2,3%. Я могу привести очень простой пример. Предположим, у нас есть страна, в которой проживает 100 человек, и они производят 100 товаров. В страну приехало ещё 100 иммигрантов. Теперь в стране живёт 200 человек. Означает ли это, что уровень безработицы составляет 100? Конечно, нет. Ведь эти люди не только производят, но и потребляют. Конечно, мы получаем преимущество от разделения труда. Мы должны понимать, что рост появляется из двух разных источников. Он появляется либо благодаря увеличению базы капитала, или благодаря разделению труда, которое основывается на конкурентных преимуществах. То есть это приезжее население в 100 человек будет не только создавать дополнительные товары и услуги, но в итоге экономика страны будет производить более 200 товаров и услуг. А это означает, что иммигранты не только создают рабочие места, но и влияют на увеличение реальных доходов тех людей, которые изначально находились в стране. То есть для первой сотни. Ещё один аргумент в пользу того, что иммигранты – это абуза для страны, заключается в том, что они работают, например, в Швейцарии, но при этом постоянно пересылают деньги на родину. Что вы думаете об этом? Я часто слышу такой аргумент в Женеве. Например, французы приезжают на работу в Женеву, а затем тратят все заработанные деньги во Франции и не используют свою покупательскую способность для поддержания бизнеса в Женеве. Это ещё одно экономическое заблуждение. Давайте подумаем. Например, вы заработали тысячу швейцарских франков. Что же они из себя представляют? Это просто заявка на товары и услуги в Швейцарии и ничего более. Например, если я работаю в Женеве и поеду во Францию и куплю там пару лыж, то что же произойдёт? Я буду платить в евро, и мой банк сконвертирует мои франки в евро, чтобы я смог совершить этот платёж. Но как банк смог обменять франки на евро? Ему нужно было найти того, кто готов был поменять франки на евро, и этот человек хочет совершить такой обмен, потому что он намерен покупать товар и услуги в Швейцарии. То есть покупательская способность никуда не исчезает, она просто переходит от одного человека к другому. Это суть работы такой экономической системы. Доктор Фрэнк, какой, на ваш взгляд, должна быть иммиграционная политика? Я думаю, что проблема Европы в том, что иммиграция сочетается с текущим уровнем благосостояния. Очень важно, чтобы все иммигранты, которые приезжают в страну, уважали имущественные права тех людей, которые уже проживают в этой стране. Если бы у нас были волонтёрские организации, например, частные, и люди могли бы делать добровольные взносы, то проблем было бы меньше. А так у нас есть государство, которое требует уплату налогов для того, чтобы поддерживать иммигрантов. Я думаю, что очень важно иметь чёткую иммиграционную политику, которая бы основывалась на уважении имущественных прав тех людей, которые уже проживают в стране. Доктор Фрэнк, спасибо, что пришли к нам в студию и обсудили противоречивую тему иммиграции. Спасибо за приглашение. На этом наше время подошло к концу. Если вам понравилось это интервью, заходите на наш сайт ducascopy.tv Субтитры создавал DimaTorzok